Друзья, всем привет! С вами дядя Серёжа и новости, новости, дядя Серёжина новости, так, что ты любил по поводу фитнеса, похудения, там и так далее, и так далее, что творится в котле фитнесовом. И я гляжу, что ты не понимаешь, что почему на основном канале вышли новости у меня, а это для тебя, мой друг, который ты не подписался на второй канал, где я делаю новости и рассказываю всякие интересные штуки. Так что давай, сожги несколько калорий и перейди по ссылочке внизу, либо вот здесь и подпишись. Давай подпишись уже. Так, в конце ролика, как обычно, дядя Серёжа разыгрывает халявный спортфит. Видал там? Это кубки, чтобы я, короче, красиво тут смотрелся. И что у нас сегодня в выпуске в новостном будет? Лохотрон фитнес-клуба «Зебра». Борис Сацулин выводит на чистую воду. Сотый выпуск железного рейтинга. Как обычно, новые способы похудения. И немножечко информации из инстаграма «Юный друг». Ну что, Валерка, давай-ка, давай, уже не тяни, вруби эту заставку, все давно её ждут. Пошла! И первая новость у нас от Кирилла Солнцева. Он всего писал и засрал мне всю личку, чтобы я вывел на чистую воду клубы «Зебра». А точнее, один клуб, в котором его, так скажем, обманули. И дядя Серёжа Погуглев нашёл группу. Есть целая группа даже, представляете, под названием «Лохотрон фитнес-клуб «Зебра». Так что, друзья, продают абонементы и через несколько дней закрывают клуб на ремонт до неопределённого количества времени. Хороший бизнес на простых бедных людях. На фитнесе. Уже, блин, хочешь покачаться сходить, фигуру нормальную построить тебе не дадут, обманут тебе. Обманут! Так что, друзья, будьте на стороже. Дядя Серёжа вам вот для этого помогает. Так что, не забудь порадовать его лайком. Если есть какие-то такие новости, скидывай. Скидывай, только нужны, конечно же, пруфы. И следующая новость. Борис Сатуллин с канала CMT сделал прекрасный выпуск про Романа Милованова. Это знаменитый сыроед, агрессивный очень, зараза, который всем рассказывает, как надо худеть на сыроедении. Там, что земля плоская и прочий, так скажем, бред. Вот. Оказывается, Ромка-то у нас из Портпит раньше хреначил. И, оказывается, у него выросла от его сыроедения гинекомастия. Гинекомастия, друзья, расскажу вам. Дядя Серёжа с ней тоже сталкивался. Это бабские сиськи. Бабские сиськи растут. Это когда присутствует что? Витамины для роста мышц. Наверное, они были выжжены откуда-нибудь из-за дуванчика. Но, так скажем, немножко поднялись витоэстрогены и появились бабские сиськи. Так что, кому интересно, ролик с чувством юмора снят, с фактами. Очень интересно мне было посмотреть. И следующая новость. Сотый железный рейтинг вышел, друзья. Это тот канал, который делает очень качественные ролики про силовые виды спорта. Армрестлинг, который никому нахрен не интересен. Но с железным рейтингом люди начинают уже в нем разбираться. И многие полюбили его и узнают некоторых героев в лицо, так скажем. Так вот, вышел сотый железный рейтинг с названием «Как снять видео на 1 миллион просмотров». Дядя Сережа посмотрел. И что скажу, хороший выпуск, но, наверное, до сотого. И из-за этого огромного ажиотажа, который был создан вокруг него, что его делают уже, блин, несколько месяцев. Я все ждал, ждал, ждал. И когда ты чего-то, чего-то вот так ждешь, 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 то потом выходит, как бы, хороший выпуск. И ты немножечко расстраиваешься. А если ты не ждал феноменальный выпуск, и он выходит, то ты и подумал бы, очень хороший выпуск. Короче, тавтология, друзья. Выпуск хороший, кому интересно, посмотрите. Железный рейтинг вспоминает всех старых героев, кто у нас был, что поменялось за то время, что они снимают его. А поменялось, скажем таки, многое. Да, время-то идет. За пару-тройку лет дядя Сережа изменился, ну, просто феноменально практически. Практически феноменально. У меня появился макбук. И часы от спонсора. И следующая новость. Пройдем, друзья, к новым способам похудеть. И сейчас будет более серьезный, без вот этих моих кавычек, когда я все время про способы похудения разговариваю. Это, друзья мои, новый способ использования Айсер Пайт Айсис. Необходимо установить специальный клапан в брюшной полости. Непосредственно сама операция занимает не больше 15 минут и проводится без общего наркоза. Устройство для похудения примирается с помощью желудочно-кратерной трубки. Короче, в чем суть? Ты поел, через какое-то время идешь в унитаз, клапан этот врубаешь, вставляешь в свой живот, в котором у тебя дырка и клапан у тебя там есть. Ты туда вставляешь трубку и сливаешь все нахрен, что ты сожрал. Чтобы не жреть, надо просто меньше жрать и больше двигаться. Огромное количество ленивых задниц будет обращаться к ним, чтобы сливать из своего желудка то, что они до этого, блин, 20 минут сожрали. Эти люди, которые не могут закрыть свой огромный рот и набивают свои, потом ходят и страдают, что у них все болит, суставы, спина там, еще что-то. Да меньше жрать надо. Им надо просто такого тренера, как я. И чтобы у него еще была большая палка. Чтобы он бил их по их жирной заднице. Чтобы у них даже мысли не было сожрать чего-нибудь лишнего. Либо вставить себе какую-то трубку. Но, друзья, штука действенная. Кому интересно, вы ее все равно не сделаете. Потому что явно это будет все делаться в Америке, а не у нас. А не в нашей жопе, так скажем. Так что для вас остается методики для деферезов. Следующая новость для похудения, друзья. Как обычно, веселые, интересные штуки. Спасибо подписчикам, что они находят для меня их. Шаманский амулет для похудения и очищения Уськирей. Авторы Сталкерс, три глава. Какая-то. Материалки Карельская сосна. Рисунок в амулете представляет собой оригинальную магическую печать. Между прочим. Рисунок на амулете представляет собой оригинальную магическую печать. Символизирующую потоки слива, негатива и лишнего веса. Друг мой. Ты представляешь, вот все сольешь. Все вот эти потоки слива. Ты видишь? Вот так вот нарисованы потоки слива. Не знаю, кто это рисовал. Мне кажется, это рисуют какие-то дети в подъезде. Методы применения. Амулит Уськирей. Уськирей. Носит в течение дня, снимая на ночь и во время принятия водных процедур. Его действия, как показывает предыдущий опыт, мягкое и пролонгированное. Пролонгированное действие амулета. Знаешь, что такое пролонгированное? По гугле. Поэтому эффект наблюдается не ранее, чем через 2-3 недели. Так что ходишь, ходишь, думаешь, когда же ты похудеешь и похудеешь. Уськирей противопоказан людям, сидящих на специальных медицинских диетах, страдающих язвы желудка, 12-перстные кишки, склотности к диареи, общем ослаблении организма, аниме, беременным и людям преклонного возраста. А также эта штука необходима для тех, у кого очень мало мозгов. Так что, дружище, если ты себя узнал из них, ссылочка для тебя будет. И следующий ноут. Подписчик Кирюха скидывает нам несколько способов похудения и капсулы волшебной бабы. Волшебные бабы воздействуют магически, почти магически пишут. Помогают сбросить до 5 кг в неделю, более быстрого пути обрести стройную и при этом не навредить организму просто не существует. Волшебные бабы, дружище, это те, которые в сказке выросли в огромные-огромные деревья. Помнишь, ты читал, когда был маленький, 2 недели назад? Быстро похудеть в талии и бедрах стало реальностью. А дядя Сережа думал, что похудение отдельных взятых групп мышц, либо тела, возможно, только липосакцией, либо отрезанием ножом этой нахрена жировой прослойки. Оказывается, нет, дружище, волшебные бабы. Волшебные бабы, друг мой. Капсул для быстрого похудения волшебные бабы, цена которых не очень велика, чтобы вот именно вот то среднее звено, вот средненькое, которое IQ у нас не особо высокое, покупала волшебные бабы, отдавала часть своей зарплаты, ела их. И знаете, что, друзья, мало того, что увлажняет кожу изнутри и она не обвисает, так, поэтому стоит принимать по одной капсуле максимум 2 капсулы, количество зависит от желаемого результата. И вот сейчас очень интересно. Не принимайте больше 2 капсул в сутки. Вы же не хотите превратиться в узника Освенца. Ты представляешь, будешь больше, капсул есть, все, пожалуйста. Ты вернешься в 42-й, 43-й, не помню какой год, туда, в Европу. Конечно, мешного тут мало, но ладно, друзья, как факт считаю, вот. Что же в составе? Экстракт конвалии морской, хитин или корнитин, как без него? Показания. Люди с большими животами, так что, Валерка, нашел бабы для тебя. Да, Серега, юмориста. И следующие новости. Друзья, новости инстаграма у нас сегодня. И, дружище, уже пролетело по многим пабликам это прекрасное видео. А вот здесь вот коротенький момент. Дружище. Я вам хочу рассказать, как можно принимать протеин. Вот так зажимаете и взбалтываете. Руки надо бы обязательно сполоснуть, потому что то место, где вы размешивали этот протеин, оно у вас вырастет. Ну, так вот, как же его принимать? Вы можете брать протеин и втирать в бицепс. То есть, он в этом месте у вас вырастет. Главное, хорошо его размешать так, чтобы он потом впитался. И вот место, которое он у меня втернет, у вас потом вырастет, короче. Вырастет, в крайнем случае. Можно взять ножик и немножко... Надрезать. Сделать надрез. Болезненно, конечно. Туда уже вот этот протеин как раз-таки... Болезненно, конечно. Втереть. Ну, все. Вы видели страдальческое лицо этого партеги? Но я думаю, парниша явно угорает, хоть он и похож на маленького парня, который действительно в это верит. И, друзья, следующие новости. А следующие новости у нас будет просто рандомная хрень, которую скинул мне чувак. Сережа Миронов, респект за видосики от банка. Респект. И этот прекраснейший, чудеснейший видос отослал нам Сергей Мишель Мичелл. Сергей Мичелл. Тупой качок долго читает, но Сергей Мичелл. И что могу сказать? Друзья, пишите ваше видео в инстаграме с хэштегом вопрос дядя Сережа. Я по хэштегу буду вбивать, когда буду снимать новости. И на какой-нибудь для вас обязательно отвечу и передам тебе, дружище, привет. Что, все, розыгрыш? Короче, розыгрыш. И для того, чтобы выиграть вам, друзья, протеинчик вкуснейший от компании Genetic Lab, которую пью я, Вейпро, клубничка. Пожалуйста, протеинчик, БЦА со вкусом яблочко. Потом предтреничек Рейдж Про, который делает Сережа, что уж пьет на тренировках. И шейкер, где все это можно замешивать. На шейкере дядя Сережа маркером нарисует какое-нибудь пожелание тебе. Когда выиграешь, напишешь, не забудь написать, что за пожелание. Так, ну что, друзья, надо сделать репост и вступить в дядю Сережину группу. Ссылочка в описании, все в описании. Ну и вот банки, дохлые ПКТшные банки. Вот они такие, да? Какой-то свет не очень, наверное, да? Ну ладно, банка как банки. Короче, все, через 10 дней будет выпуск. И давайте, не скучайте. Не так. Сережь сегодня. Не, тут такая, что я знаю. Что это такое? Так. Паровоз на киевский вокзал. Сегодня будет тренировка ног у нас, ягодичных. У меня сейчас четвертый прием получается. Мы какую-то joke будем. У меня сейчас четвертый. Ага. Ага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА